В начале совещания начальник медико-санитарной части номер 135 Алексей Азаренков вручил Риме Овечкиной грамоту от ФМБ России за участие в Дне стоматологического здоровья. Генеральный директор МУП ККП доложил, что служба ведёт работы на тепловых сетях города. Производится работа на тепловых сетях города. По результатам генерал-реческих испытаний проводимых на тепловых сетях магистральных. Обнаружены дефекты на прямой магистрали 4-го микрорайона Духнистан, на котором сейчас ведутся работы. В районе ДК-Нитрина у нас работы завершены. Сегодня запланирована работа по замене запорной арматуры и планируем к вечеру собрать схему по прямой. В районе дома основной номер 45 производится работа по замене достаточно большого участка дефектного кровопровода. Работу планируем завершить на две недели, собрать схему и перейти к генерал-реческим испытаниям на обратном кровопроводе этой же магистрали. Специалист комитета по культуре пригласила школьников на предстоящие мероприятия. Я приглашаю подростков нашего города с 2002-го и 2004-го года рождения принять участие в 10-м международном военно-патриотическом следе Отечества. Он составится с 20 по 29 июня на территории учебно-тренировочного городка войсковой части 3678 города Деснобурска. Заявления принимаются в молодежном центре по адресу 6-й микрорайон пристройках дома 480. Председатель комитета по образованию Римма Овечкина доложила о результатах конкурсов в рамках проекта «Школа Росатома». Мы продолжаем сотрудничать с Коскорпорацией и с проектами всеми «Школы Росатома». И совсем недавно наши дети, которые принимали активное участие в различных конкурсах по линии «Школы Росатома», получили приглашение. Нам выделено 5 отраслевых смен в «Школы Росатома» в России, Болгарии и даже Финляндии. Поэтому сейчас ведется работа с детьми и их родителями по подготовке документов. И я думаю, что участие наших детей в этих конкурсах и участие в этих международных лагерях – это одна еще из этапов их жизни. Мы их поздравляем с этим. 18 мая в Садоводческом товариществе Десна прошел экологический рейд главы и специалистов администрации. Целью проведения данного экологического рейда было навести порядок на территорию мест общего пользования и, собственно говоря, устранить утилизированные санкционированные свадки. По результатам рейда глава поставил задачи перед комитетами и муниципальными службами. По садоводческому товариществу Десна, где мы совместно с нашими правоохранительными органами встречались с садоводами, поступило обращение с этого же садоводческого товарищества на предмет проведения общей встречи всех председателей советов садоводов. И вопрос был связан с экологией, то есть с вывозом, сбором и утилизацией мусора. Поэтому я попрошу всех заинтересованных должностных лиц, мы потом время определим, проведем предварительное совещание для того, чтобы в этом вопросе навести порядок раз и на всегда. Управление ГОИЧС сообщает, что 25 мая городской пляж будет открыт для десногорцев.